Привет! Привет! Давайте похлопаем Давиду еще раз. У меня недавно необычный разговор произошел. Я стоял в магазине, выбирал продукты, и ко мне подошла девушка, промоутер сигареты, спросила, вы случайно не курите? Я спросил, я похож на того, кто курит? Она говорит, нет. Тогда я спросил, на кого я похож. И она говорит, на Армянина. И ушла. Но в целом весь разговор, не знаю, что это было. Больше похоже, что ему написал Квентин Тарантино. Вроде бы ни о чем, но персонально раскрываются. Я русский. Мои родители тоже русские, с такими же лицами. Поэтому, конечно, в какой-то момент у меня были к ним вопросы в детстве. Как так вышло, мам, чтобы русские? Я помню, она говорила, что, ну, у тебя просто профиль греческий. А, то есть мы греки, я понял. Потом я начал замечать, что на рынке у нас сплошные греки работают. И, конечно, у меня друзья были подбольные фанаты, так они постоянно хотели греком пиздить. Я не знаю, у них какая-то прям мания была. Греческий профиль разбивать. Я сейчас часто вспоминаю, что мне мама в детстве говорила. Я и понимаю то, что она меня растела в атмосфере исключительности. Она мне часто говорила то, что ты по знаку Зодиака Лев, царь зверей. Еще левша, ну, гений. А назвали тебя Михаилом. А знаешь, почему я говорю нет? Она говорит, потому что это значит подобный Богу. И вот я здесь. У меня есть одна забавная история про Левшу. Я как-то работал курьером. И это, к слову, дерьмовая работа. Курьер — это, по сути, продяга с миссиями. Просто ходишь, что-то делаешь. И не можешь признать, что ты без пяти минут помощи. И вот я прихожу на одну точку. Мне нужно отдать документы. И нужно было расписаться в планке. И расписываюсь. Девушка замечает, что я левша. И спрашивает, что вы левша? Я говорю, да. Она говорит, ну, должно быть вы очень талантливы. А потом такая, а, нет, вы же курьер. У меня была масса дерьмовых работ. Однажды я работал на конючне. Хотел увидеть мир, как он есть. Как в книжках Химингуэй. Ну, ни разу не считал уверенным об этом. И я в первый же день прихожу туда. И мне конский тренер говорит, смотри, у нас новый конь, Дублин. Вы не ожидали, да, что про конючник будет вообще все это? Я расскажу обо всех своих работах сегодня. Она говорит, вот новый конь, Дублин. Но он плохо себя ведет на тренировках. Видимо, ему яйца мешаются. Поэтому вечером будет нужна твоя помощь. Вечером приехал доктор, вколол ему конский морфен. А потом надел перчатку и говорит, ему нужно там животок очистить и засунув ему руку в задницу. И я смотрю, что он вообще забалбел. Я думаю, Дублин, господи, я не думаю, что это твой день рождения. А то он наверняка так думал. Он думал, Вова привезли дурь, засунули руку в задницу, точно день рождения. А потом он смотрит, залияется. Я не знаю, как это нормально приподнести. Просто смиритесь. Это, кстати, плохое окончание дня рождения. Как бы посмотрели. Я уверен, что он вообще не любит рассказывать эту историю другим коням. О, блин, вчера так круто от лиц. От рыхе лиц. Да, у меня однажды могла быть хорошая работа со стульями и всем таким. Мне сказали, просто ходи на стажировку, и потом через три месяца мы тебя примем на работу. Но я в итоге плохо себя проявил на стажировке, потому что просто не хотел там работать. То есть, ну, ты должен делать стажировку, и какой приз, работа, но нахер мне это надо тогда. Ладно. Слушайте, я недавно ехал в электричке, и там поздурил в тампоре с каким-то парнем, он говорит, давай выйдем, я говорю, давай, но электричка едет. Причем мне еще восемь станций ехать, я не знаю, как ты это видишь. Мы будем ехать восемь станций и подеремся на конечной? Или у нас будет восемь раундов по десять секунд? Недавно ко мне в квартиру залетел голубь и забился под ванную. Я взял швабр, чтобы его оттуда достать, но голубь просто брал и перешагивал через нее. Тогда я взял лейку душу и направил на него струю воды, но голубь просто стоял и мог. В итоге я просил руку и просто взял его, голубь этого не ожидал. Мне захотелось все дальше удивлять голубя. И мы сядем смотреть бёрдом. Я иногда пришел в магазин, и там работала конец новая продащица. Я говорю, дайте, пожалуйста, багет с сыром. Она сказала, хорошо, ушла, потом пришла через минуту и говорит, а можете, пожалуйста, повторить то, что вы заказали? Я говорю, багет с сыром. И она рассмеялась. И я рассмеялась. В общем, безумие. А потом она говорит, мне просто послышалось, багет с сыром. И я думаю, ну, где-то ж минут у тебя не было. Где-то минута она была в мире, где какой-то странный парень пришел, и теперь мне нужно собрать сыр в пакет. Что я по мнению? Я знаю, что хочу, но не знаю сколько. Просто шел по улице, я думаю, ну, знаю, какое-то сырное настроение. Приду, скажи, дай пакет, правда, ты. И она ушла куда-то на минуту и, видимо, собирала пакет сыра. Она взяла пакеты, начала накидывать туда сыр. Кругляши из сыра, треугольники. Там остались щели между сырами, начала натирать туда сыр. А кто в какой-то момент думает, блин, пойду переспрашиваю, что-то, что-то, хуя, хуя, хуя. Я рад, что она переспросила. Ведь это тот случай, когда тебе что-то говорят, ты не услышал, переспрашиваешь, опять не услышал, а думаешь, да, ладно. Буду делать то, что услышал. Я так на работе бывает. Она могла услышать что-нибудь другое и вообще пропасть на полчаса, потом прийти с подносом и там сыром выложу на мое лицо. И такая, с вас 4 тысячи. Вот ваш портрет сыра. Я недавно переехал в новую квартиру, очень нравится. Особенно я горжусь тем, как я запомнил свой новый пароль от домофона. Я его в ассоциации запомнил. Он у меня 101, 12, 66. А 101, как далматинцев. 12, по числу апостолов. И 66. Что ты делаешь? Ну вот, чего я не учел, то, что когда ты пьяный, это не работает. Потому что недавно я стоял пьяный от домофона и такой, бля, что-то с собаками. Сколько среди собак было у святых? Дьявол. В итоге я понадеялся на память свою в руку, то, что они сами помнят, как набирать пароль от домофона. Это сделал меня человеком, который просто стоял и тыкал вот так рукой. в надежде на те цифры. В итоге я начал просто стучать в двери. Вышел консьерж. Ну, как консьерж, чувак с первым. Даже оно... И для меня он уже как консьерж. Я не знаю, завесистый. Просто личный консьерж. Да, взаимосвязь. Где-то в полночь начинается стук, и он такой, о, пришел хозяин. У нас с ним на самом деле, ну, все схвачено. То есть я стучу в дверь, он выходит, дает мне поддых, и я думаю... Я не знаю. По роли домофона всегда меня останавливает, конечно. У меня, ну, не было никогда идеи для татуировки, но, кажется, я созрел. 101-12-66. Еще у меня в подъезде есть мусоропровод. Понятия не имею, как может прийти вообще в голову мысль сделать мусоропровод. Строители построили подъезд и такие, о-о-о. Классный получился подъезд. Но знаешь, чего не хватает? Вони вот как-то... Вони не хватает. А, есть идея. Давай на первом этаже мусорку. И через все этажи протянем огромную трубу, куда люди будут свои помои с грохотом скидывать. Отличная идея. Отличная идея. Так мы еще как раз решим проблему отсутствия крыс в подъезде. А будут крысы, будут и коты. А коты это мило. Нет, ну это неудобно. Я пробовал, правда. Мусоропровод я пробовал. То есть ты всегда к нему подходишь со своим шаром мусора и всегда понимаешь, что он туда не влезет. Но думаешь, нет, ну сегодня там влетит, на самом деле. Сегодня у меня прям чувство, что он влетит. Начинаешь пихать его туда. И первая мысль, сейчас пластиковые бутылки. Сначала достану, и к отдельной руке нахер. В итоге стоишь просто пластиковые бутылки, внешь этой крышкой вот так. Проходят люди, на тебя смотрят странно. А через пять минут просто голыми руками мусор вот так выкидываешь, тогда просто стоишь весь в дерьме уже, обтекаешься как-то нить. Сэкономил время. Посмотрю, что еще могу рассказать. А я недавно впервые попробовал японскую водку, сакэ. Мне сначала не понравилось, потом я добавил соевое соус, то, что надо. Я недавно шел по улице и не нравился девушке. Ну, то есть, она всем видом пыталась мне это показать. Просто я иду, ну, да, вот так. Просто не нравился ей. И мне в такие моменты всегда кажется, что это, ну, она, как бы, ей не нравится мой внешний вид. И в этот раз я подумал, что у меня расстегнута ширинка. И поэтому я смотря в лесу вот так провел по ширинке. Я сразу понял, что я это зря это делал, конечно. Потому что к ее ненависти я как будто бы добавил очень пикантную нотку. А нашла и думала, блин, какой-то урод идет. И я такой, да, вот так еще. Я был в офисе, я сидел и разлил замазку на стол. И у меня получилось все вытереть, но на линейке осталась замазка. Я пошел в туалет, чтобы оттереть, выхожу из туалета, и там какая-то девушка на меня смотрит. А я с линейкой. И я ничего не нашел, кроме, как сказать, стараюсь держать на контроле. Каждый час перепроверяю. А там линейка обломанная, 7-сантиметровая. Я давно узнал то, что героиню придумали, как сироп откашляли детей в начале 20-го века. Можете загуглить. И мне интересно, это же какой был сильный кашлят, во-первых, у детей. Но мне кажется, это было золотое время, потому что в то время не нужно было напоминать детям принимать лекарства. И сами были замотивированы. Я теперь понимаю ностальгию стариков по тем временам, знаете, которые, ну, такие, типа, вот раньше было время, колбаса была колбасой, солнце было солнцем, сироп откашляли, и ровно. Я еще узнал то, что в Кока-Колу сначала добавляли листья коки, из которых делают кокаин, и я думаю, это замечательно было время. Проснулся с утра, выпил сироп откашли с героиня, Кока-Колу с кокаином, сидишь и думаешь. Блин, хочется чего-нибудь запретного. Недавно читал биографию Рэй Чарльза, гениальный дозвак, слепой, и он как раз рассказывал про свою героиновую зависимость, у него спросили, что вы в ней находили, он говорит, мне нравилось, как это тепло разливается по всему телу, и я подумал, о, черт, видимо, Рэй Чарльз ни разу не пробовал суп. Я уверен, что когда ему впервые принесли суп, он съел и сказал, о, черт, что это такое-то, намного круче героя? Что это? Ему сказали, это суп. И он такой, то есть набираешь по ложке, греешь и ешь? Нет, Рэй, можно нагреть сразу кастрюлю. Как удобно. Знал бы раньше, я бы героиня нагрел кастрюлю. Так, друзья, все, я последний выступающий, это конец стендап-шоу, спасибо, что реагировали хорошо, спасибо, что слушали. Все нахорошо. Спасибо.